Дорогие радиослушатели Накануне в соседнем с Крымом Краснодарском крае стали действовать новые правила для туристов. Кроме ПЦР-тестов, они должны предоставить при заселении в отель сертификат о вакцинации. В Крыму от введения подобных ограничений отказались. Почему? Не только жителям Крыма, но и любому человеку, который приехал сюда отдыхать. Эти прививки у нас переездные мобильные бригады ездят по всему Крыму, особенно в туристических регионах. Поэтому на данный момент, с той обстановкой, которая есть, мы считаем, что это самый лучший вариант. С учетом того, что сезон у нас в Крыму очень важен для очень многих крымчан, которые работают и зарабатывают на весь год себе. Поэтому пока ситуация под контролем, то, соответственно, мы можем себе это, скажем так, позволить. Как вы думаете, после введения этих ограничений у соседей на полуострове туристов станет еще больше? Нет. По одной простой причине, что номерной фонд у нас раскоплен очень хорошо. Понятно, что, может быть, и приедет какое-то количество людей, которые по каким-то своим причинам решили не делать эти прививки и отменить отдых в Краснодарском крае. Но чтобы это дало какой-то такой супер массовый наплыв туристов, такого, конечно же, не будет. О каких цифрах можно говорить уже сейчас? На начало августа сколько туристов посетили Крым? Насколько это выше, чем в предыдущие годы? Ну, то, что в предыдущий год однозначно больше, это понятно, потому что в прошлом году мы практически три месяца были закрыты, как и вся страна, как и весь мир. Поэтому сравнивать здесь нет никакого-либо смысла. По сравнению с 2019 годом, то мы идем с опережением процентов на 40 летний период. Вот цифры точные в ближайшее время озвучит глава республики, профильное министерство сейчас как раз подводит. То есть буквально в течение этой недели они будут озвучены. Но то, что у нас уже больше 4,5 миллионов, это уж наверняка. Приехать в Крым туристы могут без сертификата о вакцинации. Но противоковидных правил никто не отменял. Маски и антисептики сейчас сопровождают людей повсюду. И на курортах тоже. Турбизнес соблюдает рекомендации Роспотребнадзора. И отдых в Крыму безопасен? Все наши предприятия, объекты размещения, санитарные курортные комплексы, туристические объекты, показы, гостиницы, базы, рестораны. Однозначно все проверяются постоянно выездными комиссиями. Нарушение, которое выявляется, сразу же ставится предупреждение. И здесь самое главное, конечно же, не столько персонал, который обслуживает. Потому что он подготовленный, обученный, знает все, что необходимо делать. Здесь, конечно же, зависит в первую очередь от самих туристов, от самих отдыхающих, от наших крымчан. Поэтому еще раз просим всех соблюдать эти меры. Мы хотим провести лето на море, мы хотим провести лето с друзьями, мы хотим провести лето в Крыму. Поэтому начните с себя и показывайте таким образом пример для всех остальных. В Крыму в последние недели достаточно непростая ситуация была с ростом заболеваемости. Звучали предложения вообще закрыть регион и прервать курортный сезон. Почему этого нельзя делать? Ну, сделать это, если ситуация выйдет на другой уровень, то придется вынужденным, по-моему, это делать. Но я в самом начале программы вам уже сказал, что для Крыма туризм это 25% вместе со всеми смежными отраслями приносит средства в бюджет. Это первая часть. Ну и самая главная часть, наверное, вперед даже первой, это, конечно же, заработки людей. Потому что мы прекрасно понимаем, что вокруг туризма это и транспортная связующая все, начиная от водителей троллейбусов, таксистов, водителей автобусов. Это все люди, работающие в сельском хозяйстве, соответственно, продукцию, которую потребляют наши гости. Это банковская сфера, это все работники АЗС, музеев, сувенирных магазинов, просто магазинов. Поэтому, конечно же, вокруг туристической отрасли все вокруг смежные направления, все кто-то на 5%, а кто-то на все 100% завязаны на отдыхе туристов. И мы прекрасно понимаем, что это основное наше направление, развитие туризма, прием сюда отдыхающих. Поэтому, конечно же, до последнего будем просить, убеждать, предлагать возможные варианты. Вот как я вам в самом начале говорил, что можно прилететь в Крым и сделать здесь одну или вторую, или желательно обе прививки, не покидая, скажем так, практически лежака. Мобильные бригады, они по всему туристическому Крыму каждый день выезжают, и поэтому при наличии всех необходимых документов вас спокойно внесут в базу и сделают вам соответствующие прививки. Можно ли сказать, что туристическая сфера одна из самых пострадавших от коронавируса? И какая помощь оказывается предпринимателям? Ну, здесь мы не делим на предпринимателей именно туристической области. Все в одинаковых абсолютно условиях и получают соответствующие все одинаково и выплаты, и помощь. Поэтому здесь большой разницы-то нет. В туризме вы работаете или просто там предприниматель. Повторюсь, что вокруг туристической отрасли все остальные, особенно в Крыму, имеют свой процент от прибывших к нам на отдых. Поэтому все в равных условиях, все получают все, что им положено. Главное следить и собирать все необходимые документы для этого. Не отказано было, как говорится, никому. Ну, а то, что туристическая отрасль, она самая подверженная всем внешним факторам, это действительно так. Я всегда своим студентам рассказываю, что непогода, обильные осадки. Ну, по Крыму можно вот прям лекцию готовить для студентов. Курсы валют, любые экономические прыжки на топливо, на продукты питания, на погодные условия, на политические, экономические, природные. Все это, конечно же, в первую очередь влияет на туризм. Если другие отрасли еще как-то могут переключиться, то в туристической сфере, конечно, это практически невозможно. И пандемия в прошлом году это как раз-таки очень ярко продемонстрировала. Ряд ограничений противоковидных сохраняются и сегодня. Не работает после 23 часов ресторан и кафе. Событий на туризм страдает. Планируется ли поддержать этот бизнес? Вот в рамках всех тех мероприятий, которые у нас проводятся нашим правительством, как федеральным, так и республиканским, это все будет и дальше продолжаться. Конечно же, самые пострадавшие это мероприятия, связанные с событийными направлениями. К сожалению, все фестивали основные такие массовые, которые мы понимаем, что невозможно при всем желании там выполнить все нормы, в этом году не состоятся. Но при этом у нас много что есть, которому посмотреть музеев, достопримечательностей, природных, человеком созданных. Поэтому чем заняться, я думаю, найдут. Но, конечно же, людям, которые работают в этом направлении, в первую очередь надо было и предполагать, что такая ситуация произойдет. Ну и во-вторых, конечно же, помощь им будет оказана в рамках всех тех программ, которые есть у нас. Как вы думаете, сможет ли туристическая сфера вернуться когда-нибудь в доковидные времена? Либо с коронавирусом, масками, антисептиками и ограничениями? Нам придется теперь жить всегда. Нет, я думаю, что наша наука на месте не стоит. Во-первых, прививочная, вся связанная с этим как раз таким направлением мероприятия, они все равно выведут не только нашу страну, но и другие страны на не то чтобы доковидный год, потому что уже никуда мы ковид не денем. Да, уже это факт, который состоялся, но в любом случае это не первое и, к сожалению, к большому, наверное, не последняя вот такая напасть, которая ждет человечество. Поэтому однозначно все это будет рано или поздно ликвидировано и мы вернемся как раз-таки к той привычной жизни. Людей научила эта болезнь руки мыть, дистанции соблюдать, за здоровьем следить. Поэтому, как говорится, не было бы счастья, да несчастья помогло. Конечно же, очень плохо, что люди умерли, связанные с этой болезнью. Но в любом случае, как только пройдет массовая вакцинация, я уверен, что пойдет на спад. Вот, плюс ученые продолжают дорабатывать, прорабатывать и разрабатывать новые медикаменты. Многие страны уже прошедшие больше 60, а некоторые страны еще больше процентов вакцинации своего населения. Они спокойно уже открывают и общепит, и границы, и приглашают других туристов. Вот, поэтому нужно время и, к сожалению, другого варианта уже нет. Сезон, понятно, непростой, необычный, с ограничениями. Но давайте попробуем оценить, насколько в целом он успешен в этом году. Что касается Крыма, то заполняемость у нас объектов размещения за 80%. Вот, кого не встречу в рабочих поездках из руководителей объектов, говорит, еле успеваем всех обслуживать. Ну, вот, и главное здесь еще держать уровень соответствующий. Вот, есть большой плюс, ну, минус у нас, главное, это коронавирус и все, что с ним связано. Но есть и большой плюс, что очень много, кто приехал в Крым в прошлом году, в этом году в Крыму побывали впервые, не ожидали того, что увидели. Вот, очень обрадовались, потому что у всех такое вот в голове, что это Крым, это что-то послесоветское, там, замученные старые санатории, там, с панцирными кроватями и так далее. И реально люди так действительно думали до приезда в Крым. И на сегодняшний день, конечно, очень многие говорят, все, мы только в Крым и будем ездить. Представляем, как будет намного лучше, когда здесь будут проходить большие фестивали, спортивные, музыкальные, культурные. И здесь можно будет спокойно найти себе на любой вкус занятие. Благодарю вас, Алексей Юрьевич, за интересную беседу. С вами была программа «Беседа с гостем». А нашим слушателям я желаю хорошего дня. Оставайтесь на волнах в Атан-Седаса. Редактор субтитров А.Семкин